Глава одиннадцатая. На новом месте. Незнайка очнулся в совсем незнакомом месте. Он лежал на кровати, утопая в перине. Эта перина была такая мягкая, словно её наполнили головками от одуванчиков. Незнайку разбутили какие-то голоса. Открыв глаза, он завертел ими в разные стороны и увидел, что лежит в чужой комнате. По углам стояли маленькие креслица. На стенах висели коврики и картины с изображением разных цветов. У окна стоял круглый стол на одной ножке. На нём возвышалась куча разноцветных ниток для вышивания. Лежала подушечка, вся утыканная иголками и булавками, словно ощечнившийся ёжик. Неподалёку был письменный стол с принадлежностями для письма. Рядом стоял книжный шкаф. У самой дальней стены, возле дверей, было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две малышки и разговаривали. Одна была в синем платье из блестящей шёлковой материи, с такими же шёлковым поясом, завязанным сзади бантом. У неё были голубые глаза и тёмные волосы, запретённые в длинную косу. Другая была в пёстеньком платье с розовыми и фиолетовыми цветочками. Волосы у неё были светлые, почти белые, спускавшиеся на плечи волнами. Она надевала перед зеркалом шляпу и всё время трещала, как сорок. Какая противная шляпа! Как ни надень, всё нехорошо. Мне хотелось сделать шляпу с широкими полями, но материи не хватило и пришлось сделать с узкими. А когда поля узкие, то лицо кажется круглым, а это уже не так красиво. — Довольно тебе перед зеркалом вертеться. Терпеть не могу, когда перед зеркалом вертеться, — сказала голубоглазая малушка. — А ты чего по-твоему зеркалу выдумали? — ответила светловолоса. Надев шляпу чуть ли не на самый затылок, она откинула голову назад и, прищурив глаза, стала смотреться в зеркало. Незнайке стало смешно. Он хрюкнул, не удержавшись от смеха. Светловолосый моментально отскочил от зеркала и подозрительно стала смотреть на Незнайку. Но Незнайка закрыл глаза и притворился спящим. Он слышал, как обе малышки, стараясь не стучать каблучками, подошли к кровати и остановились неподалеку. — Мне послышалось, будто он что-то сказал, — услышал Незнайка шепот. — Должно быть, так просто почудилось. — Когда же он начнется? — Со вчерашнего дня лежит без сознания. Другой голос ответил. — Медуница не бедела его будить. Сказала, чтобы я позвала ее, когда он сам проснется. — Что это за медуница? — подумал Незнайка. Но не подал виду, что слышал их разговор. — Какой храпливый малыш! Снова послышался шепот. — Подумать только. Полетел на воздушном шаре. Незнайка услышал, что его назвали храбрым. Его рот сам собой разъехался чуть ли не до ушей. Однако он вовремя спохватился и сдержал улыбку. — Я приду попозже, когда он проснется, — продолжал голос. — Мне так хочется расспросить его про воздушный шар. А вдруг у него сотрясение мозга? — Дудки, — подумал Незнайка. — Никакого сотрясения мозга у меня нет. Светловолосая попрощалась и ушла. В комнате стало тихо. Незнайка долго лежала с закрытыми глазами, навстрив уши. Наконец он приоткрыл один глаз и увидел склонившуюся над ним голову клубоглазой малышки. Малышка прилетая улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, сказала спасибо. — Это вы всегда так просыпаетесь. — Сначала один глаз откроете, потом другой. Незнайка кинул головой и открыл другой глаз. — Значит, вы вовсе не спите? — Нет, я только что проснулся. Незнайка хотела еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала — Молчите, молчите. Вам нельзя разговаривать. Вы очень больны. — Вовсе нет. — Откуда вы знаете? — Вы разве доктор? — Нет. — Вот видите? — А говорите. — Вы должны лежать смирно, пока я не позову врача. — Как ваше имя? — Незнайка. — А ваше? — Меня зовут Синеглазка. — Хорошее имя, одобрю. Незнайка. — Очень рада, что вам оно нравится. — Вы, как видно, воспитанный малыш. Лицо Незнайки располагалось улыбки. Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил, а все больше бронели. Малышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, что его станут дразнить за то, что он водится с малышкой. Поэтому он разговаривал с Синеглазкой вполне свободно и вежливо. — А как зовут ту, другую? — спросил Незнайка. — Какую другую? — С которой вы разговаривали. — Такую красивую, с верними, волосами. — О-о-о! — воскликнула Синеглазка. — Значит, вы уже давно не спите. — Нет, я только на минуточку открыл глаза, а потом, сейчас же, снова заснул. Неправда-неправда покачала головой Синеглазка и нахмурила брови. — Значит, вы находите, что я недостаточно красива? — Нет, что вы, — испугался Незнайка. — Вы тоже красивая. — Кто же из нас красивее, по вашему мнению, я или она? — Вы и она. — Вы обе очень красивые. — Вы жалкий лгунишка, но я вас прощаю, — ответила Синеглазка. — Вашу красавицу зовут Снежинка. Вы ее еще увидите. — А теперь довольна. Вам вредно много разговаривать. Лежите смирно и не вздумайте вставать с постели. — Сейчас я позову Медуницу. — А кто это Медуница? — Медуница — наш врач. Она будет лечить вас. Синеглазка ушла. Незнайка сейчас же вскочил с постели и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорее убежать, так как он знал, что врачи любят угощать своих больных касторкой и мазать их йодом, от которого страшно щиплет тело. Одежды поблизости не оказалось, но его внимание привлекла кукла. Которая сидела на маленькой скальничке, прислонившись спиной к стене. Незнайке. Захотелось тут же разломать куклу и посмотреть, что у нее внутри — вата или опилки. Он забыл об одежде и принялся искать нож. Но в это время увидел свое отражение в зеркале. Бросив куклу на пол, он стал курчить перед зеркалом гримасы, разглядывая свое лицо. Насмотревшись как следует, он сказал, — А я тоже красивый, и лицо у меня не очень круглое. Тут за дверью послышались шаги. Незнайка быстро йоркнул в постель и накрылся одеялом. В комнату вошли синегласка и другая малышка в белом халате и белой шапочке с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные щечки. Серые глазки строго смотрели из-под круглых и закруглых роговых очков. Незнайка понял, что это и есть медуница, о которой ему говорила синегласка. Медуница подвинул к постель из незнайки стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала, — Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось летать на этом воздушном шаре? Молчите, молчите. Знаю, что вы скажете, я больше не буду. Все малыши говорят это. А потом снова начинают шалить. Медуница открыла чемоданчик и в комнате сразу запахла не то йодом, не то другим каким-то лекарством. Незнайка я боязливо поежился. Медуница повернулась к нему и сказала, — Встаньте, больной! Незнайка начал вылезать из постели. — Не надо вставать, больной! — строго сказал медуница. — Я ведь велела вам сесть. Незнайка пожал плечами и сел на постели. — Не нужно пожимать плечами, больной! — заметила медуница. Покажите язык. — Зачем? — Покажите, покажите, так надо. Незнайка высунул язык. — Скажите «А-а-а-а-а-а!» — притянул Незнайка. Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди Незнайки. — Дышите глубже, больной! Незнайка принялся сопеть, как паровик. — Теперь не дышите! — Г-х-х-х-х! — потянул Незнайка, трещаясь от смеха. — Чему вы смеетесь, больной? — Кажется, я ничего смешного не сказала. — Как же я могу совсем не дышать? — спросил Незнайка, продолжая хихикать. — Совсем не дышать вы, конечно, не можете. Но на минутку задержать дыхание ведь можно? — Можно! — согласился Незнайка и перестал дышать. Окончив осмотр, медуница села за стол и принялась писать рецепт. — У вашего больного на плече синяк, — сказала Незнеглазкий. — Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у нас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже. Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и еще раз трога глянула на Незнайку и ушла. Снеглазка взяла со стола рецепт и сказала. — Слышали? Вам надо лежать. В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию. — Нечего строить гримасы и не вздумать искать свою одежду. Она у меня хорошо спрятана, — сказала Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках.